Я очень рада, что вы пришли ко мне в программу. Только не на «вы», Свет, но перестань. Вот сразу говорю. Я очень рада, что ты пришла в мою программу, потому что давно мечтала с тобой поговорить и расспросить тебя о многих вещах, которые мне в тебе были непонятны. Как интересно. Да, и я попрошу тебя быть откровенной, насколько это возможно. Попробуем. Тебя называют роковой красавицей, секс-символом Украины, и на самом деле я даже не вижу актрисы, которая бы тебя превзошла. Может, будем определяться с напитком? А что-нибудь такое красного цвета? Я смотрела на тебя. Как страсть, да? Молочный шейк. Молочный шейк – это прекрасно. Молочный шейк с добавлением ароматов. Шармон. Си адмирабль. Малифик. Кстати, вы говорите по-французски? Слегонца. Иногда, когда мне нужно в роли какую-нибудь фразу, то есть я могу без акцента что-нибудь сказать. Эль-Сима-Жан, Крэл-Эзи-Блан, Аркель-Сомбер. То есть, как бы, это присутствует, такая попугаясь, то есть, скажем, чисто актерская. Однажды я эту фразу сказала Делону. Когда была акция «Мисс Европа», я вручала корону, и был Аллен Делон человек эпохи. Понимаешь, вот рядом с тобой стоит человек эпохи. Я ему говорю эту фразу, и он отвечает мне на французском. То есть, он как бы говорит со мной, предполагая, что я владею языком. Безусловно. Больше я ничего не могла ему ответить. Но момент был незабываем. А ты не пыталась его соблазнить? Понимаешь, если бы я родилась, по крайней мере, лет 20 тому назад, я бы училась где-нибудь в Европе, и хотя бы снималась, ну, попробовала, то у меня был бы шанс. А так? Есть сожаления. Никакого. Есть просто счастливое ощущение того, что ты встретилась с этим человеком. Прежде всего. Я знаю, что ты роковая красавица, и в этом ключе хочу как раз-таки начать наш разговор. Сколько ты разбила сердец мужчин, и до сих пор продолжаешь их разбивать. Я знаю, что паперный не поехал в Москву, давно тебя увидев. Почему у тебя с ним не сложилась жизнь? Ну, начнем с того, что Женя не поехал в Москву благодаря своей первой жене. Так сложилось. И я считаю, он сделал в своей жизни вот просто такую судьбоносную ошибку. Потому что он очень талантливый человек, очень творческий. И, скажем так, он больше меня учил профессии. То есть я влюбилась в актера. Но, тем не менее, ты ушла от него к своему второму мужу, к Виталию. Да. Он меня отвоевал. Скажем так, иногда мы играем роли, которые так или иначе переходят плавно в твою жизнь. Но это прямо на сцене, по-моему, происходило. Да, да, да. Ты понимаешь, и очень страшно, потому что настолько все символично иногда происходит в пьесе, и ты думаешь, господи, хоть бы со мной такое не произошло. Или в кино, в той или иной роли, когда ты играешь тот или иной сюжет. И он в это время, паперный, все это видел. Ну как, это было на его глазах, конечно. Ты знаешь, сейчас подумала о том, а кому-то еще это интересно. Прошло 16 лет, ты понимаешь, а об этом еще говорят. Вот это ценно. Конечно. Безусловно. Это ценно. Ты выходишь за мужчину, мужчина ставит спектакль, и в это время ты влюбляешься в актера, которого тебе выбирает твой муж-режиссер. Правильно? Ну, скажем так, никто никого не выбирал, потому что любовь – это как химия. Понимаешь, вот нет понятия, идеальный мужчина, или определенный какой-то формат мужской, да, который бы тебе нравился. Такого нет. Ты общаешься, это личность, он тебе нравится, и что-то происходит. Почему ты так долго со своим вторым мужем, с Виталием? Ну, понимаешь, дело в том, что, а что тебя смущает? Почему я так долго, опять-таки… Да, меня смущает, почему ты так долго, а с одним пожила 4 года, могла и со вторым пожить 4. Не знаю, не знаю. Опять-таки, это вопрос риторический, потому что Виталик, он очень интересный человек, конечно, он еще не раскрылся. И мне очень радостно, что сейчас он уже входит в какую-то свою более зрелую полосу жизни, и он многое сейчас может сказать. Вот его величество – случай, он должен произойти в его жизни. Ты очень терпеливая женщина. Я очень терпеливая. Потому что ты очень терпеливая, ты очень долго ждешь, когда это произойдет. Да. А я жду, когда тебе это надоест. Какая, Света? Какая ты? Да, потому что я слышала, что ты продюсировала его, как певца. Ну, это была такая довольно-таки слабая попытка, и, скажем так, понимаешь, мне нужно было от чего-то отказаться. Я не смогла это сделать. То есть нужно было отказаться от своей карьеры, заниматься только им. Только мужем. Только мужем. Чтобы он был певцом. Причем, ты знаешь, был случай, когда ко мне подошел Василий Зинкевич, наш легендарный украинский певец, и сказал, Олю, забудь про все. Боже мой. Ты знаешь, такой талант, такой голос в обличии Виталика. Займайся им. Боже мой. Ну, это слишком смело. Это достаточно жестоко сказать красивой женщине, успешной актрисе, сказать подобные вещи. То есть он как-то перечеркнул в какой-то момент возможности вашего таланта. Ну, не думаю, что так сакраментально как-то, но, в принципе, это, конечно, было невозможно тогда. Мы сняли один клип. Я заглянула, в общем, в эту замочную скважину под названием шоу-бизнес, но это ужас. Этим должны заниматься другие люди. Но ты же поешь сама. Ну, я пою, конечно. Я пою, и достаточно неплохо. И ты могла бы... Могла бы. Могла бы. Почему ты не делаешь? Почему ты концентрируешься на мужа, который заведомо менее талантлив, чем ты? Почему вы так думаете? Ну, потому что вы более яркая. Ты его не знаешь. Это говорит любовь или это говорит какое-то другое чувство вот сейчас в тебе? Ты знаешь, вот сказала ты такую вещь, и мне стало страшно. Потому что, скажем, я жду его времени, я жду его шага. А вот ты можешь этого и не увидеть. Может быть, мужчину, наоборот, нужно отправить на вольные хлеба. Вот ты создала ему очень хорошее условие. Ты зарабатываешь деньги больше, чем он. То есть ты зарабатываешь... Света, нас связывают дети, нас связывает семья. И ты понимаешь, что найти сейчас порядочного человека очень сложно. Очень сложно. В нашем мире. У тебя же всегда были покровители. И стоит ли менять? Понимаешь, покровители могут быть и при муже. Могут быть. И они есть, допустим, у тех или иных представительниц шоу-бизнеса, киномира. И это счастье иметь покровителя, такого благодетеля, отца родного, который бы тобой занимался. Ты знаешь... Вот в том-то и вопрос, что у меня их до сих пор не было. Я пробивала себе дорогу без покровителей. Это очень сложно. Сегодня это невозможно. И таких женщин, собственно, их единицы. Но я знаю, что к тебе на спектакле, когда ты еще играла в театре, постоянно ходила какой-то высокопоставленный чиновник из министерства. Кто это? Я не знаю об этом. Ты знаешь, ну вот надо сказать, что эти люди очень не смелы. Они не смелы. Вот надо быть смелее. Как-то подойти, как-то представиться. Я не могу поверить. Потому что красивую женщину обычно боятся. Ну согласись. Я согласна. То есть есть определенный барьер, который они боятся преодолеть. Ну неужели нет таких? Я ни за что не поверю, что тебе никогда не делали неприличные предложения. Ну неужели нет таких? Я ни за что не поверю, что тебе никогда не делали неприличные предложения. Тебе никогда не говорили, что приведи со мной ночь, и это будет, например, стоить 50 тысяч долларов. Вот конкретно сумму не предлагали, допустим, ну клянусь тебе, ничего такого. Что никогда не предлагали... Нет, ну был определенный флирт, скажем, но так, чтобы это были какие-то заоблачные обещания, какие-то денежные горы, или там вот все к твоим ногам. Да, я поражена, ты, знаешь, ты, наверное, очень самостоятельна, ты, наверное, просто... Вот моя самостоятельность, видимо, пугает этих людей. То есть это, видимо, как бы категория женщины-кошки, это не моя категория. А какая ты женщина, если ты не кошка? Ну я могу быть кошкой в роли, в роли, допустим, да. Я так, в принципе, я домашний человек, я такая домашняя кошка, да. А мне кажется, что ты очень самостоятельная, очень сильная. И именно та женщина, которая сама зарабатывает деньги, при всей ее красоте, у тебя могли принадлежать бриллианты всего мира. Попробую, как ты. Да, попробую. Но ты выбрала себе мужа, в которого ты до сих пор веришь, что он что-то совершит. И ты до сих пор зарабатываешь деньги сама, хотя я уверена, что одного какого-то твоего слова хватило бы на то, чтобы у тебя было очень много денег. Свет, согласись, зарабатывать деньги самой, это прелестно. Ни за что не поверишь. Это прелестно, поверь. Быть зависимой от мужчины, это страшнее войны. Этого ты боишься. Вот этого ты боишься. Потому что, во-первых, я начала зарабатывать с 16 лет, я уже была независима. Я привыкла к этому состоянию, вот такому определенной независимости. И разрушить что-то, какие-то критерии, да? То есть тебе вот есть момент вот этого мужского, что ты не хочешь, чтобы ты от кого-то зависела. Даже если бы это были бы очень большие деньги. Никогда. Ты понимаешь, что такое зависимость? Ну, я понимаю, что такое зависимость, но некоторая зависимость бывает достаточно приятная. Сладкой? Сладкой? Достаточно приятной. Вот этого я не знаю. Потом это может быть игрой, определенная на определенное время. Света, а ты определенный риск. А ты не рискуешь? Ну, я рискую, конечно, рискую. Давай, за тебя? За риск? За риск. В хорошем смысле этого слова. Да, кто не рискует, тот не пьет. Тот не пьет такие коктейли. И не сидит. Действительно, очень вкусно. Так он замечает. Спасибо. Я слышала, что одним из твоих покровителей является сам президент. Я слышала, что одним из твоих покровителей является сам президент Ющенко. Так, так, так. Что вы еще скажете сейчас, и я упаду под стол? То есть никогда такого не было, никогда от президента? Да никогда. Какой, во-первых? Из? А кучма? Ну, начнем с того, что Леонид Данилович был действительно ко мне неравнодушен в плане проведения определенных акций, встречи на Горбачевской даче, саммит с четырьмя президентами. Владимир Владимирович Путин, господин Назарбаев, господин Лукашенко и, конечно, Леонид Данилович. И я имела честь вести не раз эти встречи в партнерстве с Львом Валерьяновичем Лещенко, с нашими артистами замечательными, и украинскими, и русскими, и российскими. Поэтому, собственно, это дань уважения просто ко мне, и я была в этой обойме. Ну, я как бы и остаюсь, но скажу тебе, что сейчас таких предложений такого рода, проведение помпезных президентских акций, не поступало. Несмотря, что ты поддерживала господина Ющенко. Несмотря. Несмотря, да. Несмотря. У нас уже разговор немножко такой в политический крен приобретен. Мы будем говорить о политике. Но я тебе скажу, что от этой власти я пока не получила никаких дивидендов. Ну да, но Ющенко тебя не защитил перед Рязниковичем. О, о чём вы, Света, говорите? Это очень такая тема острая. Да, это очень острая тема. Где-то я сейчас благодарна за то, что вот так сложилось всё. Это ты сейчас благодарна, потому что у тебя не болит ничего. Я не завишу от этих людей. Не завишу. Но тебе же хотелось играть в театре. Ты же актриса. В таком, с такой труппой, с таким руководителем? Никогда. А почему ты ему не нравилась? Ему не нравилась, опять-таки, моя востребованность за пределами театра. Его это раздражало. Ну, безусловно, конечно. Мужчина не может владеть ситуацией. И женщина очень востребована, очень красива. По сути, вы единственная звезда, актриса. Но ведь из театра ушли все известные актёры. Ну, это другая история. Я хочу узнать, что вы испытывали, когда все актёры отказались выходить с вами на одну сцену русской драмы. Я хочу узнать, что вы испытывали, когда все актёры отказались выходить с вами на одну сцену русской драмы. Хорошее у нас украинское слово есть. Я напороималась. Вот я как бы не впускала вот это ощущение того, что в данном случае произошло. Я понимала, что это было навязано извне коллективу. И ни в коей мере это не касается большинства коллектива. Потому что там играют замечательные актёры. Такие же зависимые и талантливые. И возможности у них очень велики и невостребованы должным образом. Я думаю, что люди иной раз могли бы быть и посмелее, но мы не можем требовать это от людей. Ни в коей мере. Ни в коей мере я никого не осуждаю. Я просто единственную ошибку сделала, что я не ушла ещё раньше, лет 12-13. А из-за чего это произошло? Что вы такое натворили, что все подписали бумагу, что не хотят быть с вами на одной сцене? Что? Что может сделать женщина? Ну, я была единственной представительницей Помаранчевых в труппе, видимо, из-за этого. А театр представлял интересы Виктора Фёдоровича. Очень много ходит разговоров. Ходила. Сейчас уже не ходит. Это старая история. Вы, конечно, борец. Я вас поздравляю. Вы написали какое-то письмо, чтобы вместо Резняковича поставить Аду Роговцеву. Да, это было. Меня подставили очень сильно. Ну, скажем так, я встретилась... Я встретилась тогда с бывшим министром культуры госпожой Белозир. Мы провели определённый разговор на тему художественного руководителя театра, что ею могла бы стать Аду Роговцева. Незаслуженность. И она имеет на это полное право, так как прославила этот театр в определённое время. Это легендарная актриса, конечно. И Оксана Владимировна предложила мне написать письмо, в котором я... Не сама, Оксана Владимировна, написала, а предложила. Да, предлагаю. Это, кстати, на пост художественного руководителя Аду Роговцева. Я это сделала. Я принесла это письмо. Мне приходит ответ в Театр Леси Украинки. И конверт, внимание, не подписан. Мне приходит ответ в Театр Леси Украинки. И конверт, внимание, не подписан. Раскрывается конверт. Уважаемая Ольга Вячеславовна, Шановная Ольга Вячеславовна, Вашу пропозицию, что до поданья на посаду художника-коревника Ады Миколаевны, мы разглянули. И так далее. И это письмо читает весь коллектив. Почему вопрос не был подписан конверт? В таком случае и зачем я писала это письмо? У меня такое впечатление, что просто подставили. Конечно, конечно. И сейчас я даже не боюсь об этом говорить, когда Оксана Владимировна меня видит, она как бы меня не замечает. Или делает вид, что меня не видит. Вот это женское коварство, оно хуже мужского эгоизма, наверное. Света, я не жду даже от родственников поблажек. Вы чувствуете себя одиночкой? Я не жду ни от кого поблажек. Я только сама за себя. Ну, тебе-то это говорит, Света. Да, я понимаю тебя. Я когда почитала, как ты играла, что за Роксолану этот фильм ты получала от 7 до 8 долларов, по-моему, за съемочный день. Было такое? Как тяжело шли съемки. Насколько ты понимала, что это твоя звездная роль, насколько ты пыталась все сделать для того, чтобы... Ты все время борешься. Я вот смотрю на тебя, ты все время борешься. Это вот женщина, которая по своей харизме, по своей красоте могла вообще ничего не делать и быть знаменитой. Так, после этих слов должно быть какой-то, я не знаю, ну, такой творческий всплеск. Потому что судьба должна мне преподнести какой-то подарок. Почему ты искала телефон Бориса Березовского? Вот вопрос. Нет, ну, это вообще бред. Нет, я тебе скажу, что мы предприняли попытки снять фильм о нашем гениальном украинском композиторе. Ай, как обидно. Забытым. Как обидно. Это опять о кино. Это опять о том, чтобы найти денег. И я сыграла там княжну Тараканову. Очень хорошая. И была такая шальная мысль позвонить Березовскому Бебе с тем, чтобы он поддержал. Но вряд ли это нужно делать, пометуя о том, что, собственно, этот человек сейчас персона Нонграда в каких-то государствах. И вообще, как бы, учитывая тот конфликт, Нет, ну, тебе не удалось достать его мобильный? Сейчас этот вопрос закрыт. Потому что фильм настолько, скажем так, слабо снят, что спасти эту ситуацию уже не может никто. Это нужно просто переснимать заново. Меня здесь другой интересует. Меня не интересует в данной ситуации фильм. Меня интересует, смогла ли красивая, известная, самая знаменитая актриса в стране найти телефон олигарха. Да. Наверное, есть разница все-таки позвонить, сказать, это я Глаша Николаева, или это я Ольга Сумская. Да, есть, конечно. Разница. А разговор состоялся? С его секретарем. Но Березовский с цветами на аэроплане не приехал. Ты же понимаешь, что я рискую. Я рискую. Это еще был бы один... Это была бы красивая история. На мою голову, и не дай бог, мама, она узнала об этом, сказала, что ни в коем случае. А для меня, в общем, слово «мама» это очень весомо. Что ты можешь сказать про самый большой проект телевизионный танцы со звездами? Что можно сказать о том проекте? И о твоем участии в этом проекте. Тот проект, которому ты отдал 8 часов иногда, репетиции в день. Представляешь, что это такое? Не представляю. Это безумие. Много ли удовольствия от этого? Не очень много. Потому что то разочарование, с которым ты сталкиваешься, когда тебя выбрасывают на третьей программе... Почему выбросили именно тебя? Тут вопрос. Понимаешь? Так с звезды сошлись или... Тут вопрос. Или мы не сошлись с партнером, как сказал в свое время господин Елизаров и кое-кто еще из судей, что мне не повезло с партнером. Во-первых, мне партнеры поменяли. Дегусар. Да, да, да. Который сейчас танцует с Ирочкой Билой. Сырой Билой. Почему я не отстояла Диму? Я должна была это сделать? Да, почему? Потому что я лицо канала, и продюсеры телеканала навязали мне партнера второго. Руководствуюсь своим мнением, что якобы первый партнер, Дима Дегусар, младше меня на 20 лет. Вот. Но это фишка. Это же замечательно. Вы потрясающе смотрели. Это я думаю, и ты думаешь. А им вот невдомек, что это действительно хорошо. И я уверяю тебя, что мы бы поборолись в финале за победу. Поражение – это не твой конец. Понимаешь, был год поражения. В прошлом году вот очень много их было. Я думаю, ну за такой темной полосой должны быть какие-то всплески. Мне бы очень хотелось. А почему это случилось? Когда ты сказала, что вот я ушла от первого мужа, и потом я за это заплатила. Чем ты заплатила? Да. Чем ты заплатила? Ну… Прости, тебе из меня? Ну, конечно. Я думаю, что да. И ты… Я спокойно об этом говорю. А что мне рвать на себе волосы? А что? Как? Главное, чтобы я об этом не знала. За тебя, за твой счастливый год. Я думаю, что все будет именно так. Спасибо. Спасибо, что ты ко мне пришла. Дотянуться. Да, дотянуться друг до друга. Дотянуться до звезды. Дотянуться до звезды. Спасибо. Удачи тебе тоже. Да. Чтобы всегда нас любили. Спасибо. Дотянуться до звезды. Субтитры сделал DimaTorzok